Нашумевшая история о гонках золотой молодежи в Москве сегодня получила развитие. Хозяин дорогой иномарки, на которой компания молодых людей пыталась скрыться от автоинспекторов, грубо нарушая правила, уже принес извинения, признав свое поведение недостойным. А тот, кто был за рулем, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Он арестован решением суда. Много вопросов и к полицейским, которые отпустили лихачей, всего лишь выписав штраф. Александр Лякин о последствиях той погони. Он получил свою минуту славы, но почему-то прячет лицо от телекамер. Хотя еще совсем недавно Абдувахоп Маджидов не скрывался, а наоборот, словно актер голливудского боевика. Работал на камеру, которая транслировала в интернет, как лихо он уходит от машин ДПС, перескакивая через бордюры и пешеходные тротуары. А сейчас трудно поверить, что это тот же самый человек, что был за рулем того джипа. Пошел, гасанчик, пошел! Вот он зачем, еб***ь! Все, еб***ь! Давай, давай, давай! Давай, выскакивай, выскакивай, поехали! Прекрасно всегда покончить с этим беспределом со стороны этой золотой молодежи, которая плевать хотела на население, на москвичей и так далее, и на безопасность. Они думают, что можно за деньги купить все. И все. Но ошибаются. В машине было несколько человек. Они подсказывали водителю, как лучше скрыться. Чаще всего звучит голос Руслана Шамсуарова, сына старшего вице-президента компании «Лукойл». Он упивается внедорожными качествами своей машины и оскорбляет сотрудников ГИБДД. Один раз говорит, что наличка есть, а значит проблем не будет. И действительно, после составления протокола о нарушении правил, всю компанию отпускают. Вы посмотрите, сколько они с 6 утра до 11 по улицам города Москвы беспределом занимались. Нарушая общественную безопасность, подвергая риску граждан, москвичей. Это что такое вообще? Почему они их не задержали, почему они их не достали в районный отдел, не написали рапорта за злостные неповиновения? Вот здесь вопросы возникают. Почему они так сделали? Что это? Халатность? Непрофессионализм? Незнание закона? Или может быть здесь какие-то другие вопросы? Может быть здесь по линии службы собственной безопасности надо посмотреть? Константин Геннадьевич. Может быть здесь заинтересованность какая? Юристы также считают, что повод для административного ареста здесь налицо. Причем не только водителя, но и пассажиров. Сотрудник полиции говорит в громкоговоритель, чтобы машина приняла и остановилась. Ребята улыбаются, смеются. Соответственно, ни о какой остановке здесь речи быть не может. Машина поворачивает, выезжает друг на другую сторону, набирает ход и опять же уходит от погони. Здесь можем говорить спокойно о статье 19, части 3, непочинение сотрудников правоохранительных органов, что регламентирует до 15 суток административного ареста. Именно это наказание и вынес сегодня судья, пока только водителю. А Руслан Шамсуаров опубликовал на своей страничке в социальной сети извинения. Мне крайне неприятно, что я стал участником такой истории. Единственное объяснение нашему поведению – приподнятое настроение после посещения клуба, что нисколько нас не оправдывает. Мы вели себя недостойно, поэтому хочу публично принести свои искренние извинения за себя и своих друзей, сотрудникам ГИБДД, всем участникам дорожного движения, москвичам и, конечно, моей семье. Я понимаю недопустимость такого поведения для взрослого человека и сделаю все возможное, чтобы подобного больше не случалось. К чему может привести такое вождение, хорошо видно на этих кадрах. Джип на высокой скорости насмерть сбивает молодого человека, который выезжает на роликах на пешеходный переход. Машина не останавливается, а водитель возвращается на место ДТП только через несколько часов и уже с адвокатом. За рулем был 22-летний сын заместителя руководителя фериала «Газпрома» Роман Яковлев. За смерть человека он получил два с половиной года колонии и уже может претендовать на условно-досрочное освобождение. Они же считают, что им все можно, родители их прикроют, родители все позволяют, родители наймут дорогих адвокатов, выплатят все, что нужно и поэтому не уходят от наказания. Я думаю, что таких случаев, как с моим сыном, им множество. Просто получилось так, что это все было снято на камеры видеонаблюдения. Но столичные полиции обещают, что по результатам пятичасовой погони будут сделаны серьезные выводы. Это видео будет разобрано со всеми сотрудниками ГИБДД в качестве примера того, как действовать не надо. Я думаю, что с этим будет покончено. И мы создадим прецедент в рамках закона Российской Федерации. Вы вспомните четыре года, сколько у нас было таких храбрецов, которые на свадьбах стреляли на улице города Москвы. Помните, нет? Конечно. Да. Благодаря только средствам массовой информации и общественности и нашей жесткой позиции в этом плане. Сколько было возбуждено уголовное дело, где-то в пределах пяти-шести, все были участники арестованы и осуждены последующим московским судом. Отправлены места лишения свободы. Сейчас практически этой проблемы нет. Многие считают, что наказание за опасную езду надо ужесточать. И, скорее всего, такие изменения в закон будут предложены. Но, как показывает практика, уже существующих полномочий полиции достаточно, чтобы пресечь любое нарушение на дороге. Александр Лякин, Сергей Зинин, Мария Михневич, Руслан Башко, Первый канал.